Интересно, как вы говорите, есть инверсии, фантазии. Это не совсем наука, но она имеет место быть. Или рассматриваются разные сценарии того, что будет человечество. Какие сценарии? Есть сценарии приспосабления, чтобы люди будут приспосабливаться и деградировать в сторону как будто. Чтобы приобретать волосы, становиться живым. Возвращаться. Есть сценарий деградации. Есть сценарий коллективных насекомых. Когда люди будут сплачиваться в очень плотные коллективные группы, как это коллективные насекомые. У муравьев, например, матка или пучок, она вынашивает детей. И все остальные обслуживаются. У людей может произойти то же самое. Потому что у людей появится некая таска, которая вынашивает. И все остальные будут жить в жестких условиях. Не имея возможности рожать. По-моему, за счет этого отдельный сценарий. Сценарии коллектива есть. Считается, что когда произойдет коллектива, катастрофа, мы улетим на ней вверх. На Марсе. На Марсе. На Марсе. На Марсе. Был уже там. Ну и там и другие сценарии разные. То есть. Это все хэнтези такое. На самом деле, сегодня мы думаем на том, что мы будем готовы к начать катастрофе и заранее ее знать, ждать, готовиться и избегать. Да. Кстати, вот среди тех, кто занимается металлическим транспортом, часть ученых считает, что астрофе можно сбить в космосе и избежать вообще катастрофа. Часть есть скептиков, которые являются сторонниками для того, что сбить им не удастся, лучше сбежать. Я поскольку занимаюсь самими кратурами, я тоже сторонник так считаю, что лучше сбежать. Почему? Сбивать в космосе. Сбивать в космосе. Сбивать в космосе. Эвакуацию есть, да. Ну а можно рассчитать, расстроить. Да, можно рассчитать. То есть что? Да, и весы по детьми вечно. Да, можно. Потому что, если мы его заранее обнаружили, то он реально всегда обнаружится и чтится. А то сколько? Какой-то футбол? Ну, скажем, вот тела размером с чечелянинскими, тех, может быть, не удастся заранее предсказать. Среди тех, которые мы знаем, за кто нам не угрожает, среди тех, кого не знаем, он будет неожиданно. Вот. Но для тел размером, скажем, от километров, большую часть мы все-таки знаем и можем предсказать заранее. И, собственно, все астероиды сегодня... Скажем, среди всех астероидов влияют группу нейро и фонтерт. То есть астероиды, сближающиеся с Землей. И все эти астероиды, которые имеют некую вероятность того, что они никогда не утопнутся с Землей, они являются предметом номер один для изучения. То есть за ними постоянно следят, и их орбиты все время там двигают. И если как бы однажды станет ясно, что он через сто лет упадет на Землю, ну, считается сейчас, что за сто лет мы сможем предсказать. То есть вот для такого объекта за сто лет уже можно сделать какую-то вероятностную оценку, и, скажем, лет за двадцать уже имели оценку там... За двадцать лет мы увидим точно так. Для такого объекта. Но есть так называемые вот эти параболические кометы, гиперболические, которые приходят к нам из далекого космоса, которые мы видим в запад. Это вот как они пришли к нам в западу, да? Они быстро прилетают, они всегда улетают. Такую комету, можно сказать, в запад. Завтра мы не можем понять. Но годы это слишком много. Мы можем что-то сказать. А Солнце вы как-то видели или что-то не видели? Со стороны Солнца? Да, мы не видим тех, которые новые приходят. Но старых-то мы знаем. Мы же опять прощили там орбиты. То есть, если однажды он был где-то сфиксирован, и его орбиты прощили, то что даже если он идет за Солнцем, все равно почему-то не видно, но знаем, что он там. То есть, если гиперболически придется сказать Солнце, то он вообще ничего не узнает? Нет. Узнаем. Дело в том, что он и Боджа увидел. То есть, за это время Земля уже Боджа, она отвернется. Но все аналогично. А я знаю, что мы надеемся после телескопа в точку Органжа за Землю. И тогда нужно будет следить очень широко. Да. Есть такие проекты. Да. Прекращенный. Да нет. По-моему, есть такие проекты. Есть вообще. Не знаю. Сейчас, на самом деле, островик обнаруживает систему метелескопов-автоматов, которые фанатически сканируют небесные инфрастранки. Если появляется чужак, они лучше сообщают, что там чужак. Извините. Сегодня известно около 200 тысяч строек. Среди них, где-то около, я не знаю, точно около 20 тысяч, это потенциально опасная строя, это строя группы нейронов, их кончиков. И так далее. Скажите, а были, в общем, наверное, осколки зубосых метеоритов? Нет, не были найдены. Ну, были много раз передачи там, потому что он только нашел, но на этом никто не видел. Как мне осталось? В чем отличие? Осколки – это вкус метеорита? Ну, официальная точка зрения о том, что он распрылся в атмосфере и разлетелся ребенком в пыль. Ну, как в кратер. Ну. Вот тут кратер на хроме я занимаюсь, но дело в том, что у нас была одна инцептиция, мы, что называется, провели рекоментировку, то есть мы обнаружили его. Для нас это уже успех. Работа в консалоне кратера у нас не получилась. Я там был всего два раза, наверное, в этом месте. И оба раза мы не занимались цельно-фажными поисками, а цельно-фажными поисками, а цельно-фажными поисками. Признаками формы. Потому что нам пытается увидеть, что это кратер. А есть предложение, который очень арестит принесли? Ну, почему предложение? Арбитр его более-менее точно установлено. Он двигался... Кстати, это тело находилось на околоземной робите на протяжении, может, миллионов лет. Но его до сих пор не обнаружили, но он был очень маленьким. То есть он двигался между... Ну, где-то пересекает эту землю, где-то летает Генера, то есть он все время след за следом. То есть телескоп он вводит какие-то ревизионы, которые определенные диагнозы? Ну, чем больше, тем больше вероятность обнаруживает. Потом, чем лучше положение, например, ведь каждый строй там находится либо в Афирии, то есть либо далеко, там перейти, или близко. Сама позиция относительно Земли, так что он попал в нужный центр уже не от значения, а при этом оказался близко. Еще раз. То есть, лояр. Там, где ли, то есть, он там находится? Ну, дело просто, но не совсем там. Большая часть массы метеорита при взрыве испаряется, превращается в облако пара, где это разлетается, и химическим образом впрыскивается, севаяр. Кстати, вода севаяр не имеет смешанной генерализации, и там, например, очень высокой концентрации меди. Причем, медь там, предельно допустимая норма по концентрации меди, превышившийся раз. И, вот такая вода, она яголита для биоты. И поэтому, вода севаяр очень прозрачная, не потому что она светает, а потому что она яголита, и там никакие бактерии не выживают. А рыба? А рыба там? А рыба там есть только в грибовях космотловии, и только у берегов. На дне никакой рыбы нет. Вот. Кстати, вот в 2014 году сразу две независимые группы водолаза совершались в водолудное окружение на дне озера Супояр, это было их первое. До этого водолазы окружались, но только убили, когда на дне больше 10 метров. А в этот раз они окружались на 30 метров, на максимум. И следовали на озере Супояр, и, что? Да, на дне все там нормально, потом 10. Но на дне там находится очень такая мягкая, желеобразная такая вот эта сапропель, дью. Когда вот у вас туда падал, они по грузам опускаются, ты падаешь, и такое ощущение, что кисель появляется. сапропельцы, уже видно, сколько будет устанавливаться. Транспорт вниз. Ну, толщина 10 метров. На среднем. Поэтому, если он не есть, то он падает со 10 метров, и это его сапропеля, не может. То есть, нет. А глубина где-то? Ну, 28 метров. 28-30 метров. 30-30 человек. Груз опускаешь, и он может проваливаться. А если вам было сделано, так сказать, метеорит, есть отображение? Ну, я считаю, что это каменный метеорит. Металл? Металла нет. А медь? Медь, да. По поводу меди, в основном, основным источником меди, все-таки, является не сам метеорит, а артезианский источник. Дело в том, что под дном озера Сухлояр, на дне 200 метров, на дне артезианская, низшая содержащая слой меди, и воды, зараженной этой медью. Это, у нас, еще в 60-е год, когда занимались поливием, они вышли на тот горизон, с ближайшей меди, и, похоже, она оттуда подпитывается через систему. Есть в ближайших пассионных пунктах, вода, и вайф, там тоже на столканах? Да нет, там, в принципе, волнеевская облильность к вашим, да и сама вода Сухлояр, ее можно льдить, но, скажем, лучше не всю жизнь. Лучше взлеток пить, но там, она все равно не льдит. Ну, многие лекарства, или даже с ребенком, на основном, меди, сожриться. В какое-то время, у меня, у меня, наверное, просто полага по 50 метров крошечка, и известный механизм. Если постоянно это, если там, какие-то элементы, нормально. А были случаи, когда иностранцы идиоритов, которые наружные инициальные 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 там, какие-то особые элементы? Ну да, или там, как только того полчетка развития этих материалов, в преподном как бы. Да. Ну, дело в том, что, считается, что каменный метеорит имеет средний по солнечной системе химический состав. И изучение химического состава, минерального состава, метеоритов, оно имеет большое значение для науки, изучающей формирование планеты. Таким образом, считается, что вся планета, когда-то была, состоялась из метеоритов, но это вещество расплавилось, тяжелые ушли вниз, и легкие вспомнили вверх. Мы видим химический состав Земли, это тот же химический состав метеоритов. Дальше, среди метеоритов, метеоритов, никакой особой химии, которой нет на Земле, не встречается вообще, ну разве что там более высокая концентрация в виде и редкоземельных элементов, которые у нас и сосредоточные в Литве. Но у метеоритов есть, например, особый христаллический состав, когда, например, кристаллы с железом, он вот такой огромный размер. На Земле такие кристаллы вырастить нельзя, никто это не умеет делать. Но использовать их техники, но их нигде не используют, для разно что, вот, например, в археологии обнаруживаются мечи выкованные из метеоритной стали. Да, такое есть. А откуда выковариваете метеоритов? Мечи выкованные из метеоритной стали? Дело в том, что вот люди стали использовать метеоритную сталь еще до того, как они научились видеть железо. И вот все силы было? Ну, их было мало, но в основном они находятся в гробницах фараонов. Это подарки царям. В пример, была недавно такая история, когда, я точно не помню, но кто-то из зарубежных ученых обратился в Российскую наук с поискать вооружение в палате меч, подаренный нашим императорам, потому что этот меч был выкован из метеорита. И в России они ничего не знали, и люди искали его среди подарков императорам, что он должен быть. То есть, это было преликативно только в высших сословиях, но это было самое качественное. То есть, люди использовали метеоритное железо еще до того, как они научились выглавлять настоящее. Но это была большая ценность. А, действительно, чем это отличается? Ну, вообще, она богата содержанием никеля, и, действительно, она отличается тем, что она не бьет, и слабо поддерживает оружие. Это подвержено не так сильно, как обычный желез. Ну, вот, есть ли еще вопросы? Тема большая, я так по верхам упрошелся, что-то так сказал. Вопросы? Ну, я думаю, что эта тема достаточно молодая, и в будущем будет, что он вышел в новом начале. Спасибо. 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 Спасибо.